Сколько в жизни есть вопросов Талантов полна, как на ладошке она нам видна Высотные дома, по дороге мчатся машины, уютные дворики с дорожками Таким бы сейчас увидел вечерний Минск известный художник и композитор Наполеон Орта Жизнь и творчество этого талантливого человека были связаны с Белоруссией Он нарисовал более 200 зарисовок с видами городов нашей страны Эти картинки описывают жизнь известных людей и памятники архитектуры, замки, дворцы и храмы А в общем Наполеон Орта за свою жизнь нарисовал 1115 акварелей и графических работ Представляете, да это же целая энциклопедия в картинках Вот интересно, как бы художник в наши дни нарисовал площадь свободы? Наполеон Матеуш Тадеуш Орда родился 11 февраля в 1807 году в поместье Вороцевичи Ивановского района Пресской области Когда Наполеону исполнилось два года, отца не стало, и мать его воспитывала одна Начальное образование он получил в родительском доме В 12 лет Наполеон поступил в Свислочскую гимназию, а через 4 года в Виленский университет, где обучался физике и математике Художественное образование Наполеон Орда получил в студии у французского мастера архитектурного пейзажа Пьера Жерара Первая серия рисунков Наполеона Орды появилась после его путешествия по Франции в 1840 году Среди рисунков художника есть архитектурные пейзажи Литвы, Польши, Украины, Италии, Швейцарии и Португалии Но за границей он оказался не по своей воле Во время учебы в Свислочской гимназии Наполеон Орда стал членом тайного студенческого общества Заряни За это он был исключен с 4 курса и арестован В 1830 по 1831 годах Наполеон принял участие в восстании Белоруссии и Польши против российского самодержавия После его подавления будущий художник, опасаясь репрессий, был вынужден покинуть страну под чужим именем Его заслуги были оценены главным военным орденом за храбрость Парижский период жизни принес Наполеону Орде известность в широких кругах европейской интеллигенции Он познакомился с выдающимися деятелями европейской культуры Наполеон Орда является автором более 20 полонезов, вальсов, мазурок, серенат и ноктюрнов А также является автором учебника «Грамматика музыки» Художественные произведения этого замечательного культурного деятеля Беларуси 19 века Представляют собой для нового поколения не только историческую ценность, но и уникальность Так как некоторых из них уже не существует Субтитры создавал DimaTorzok